Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна и в этом видео мне бы хотелось с вами поговорить о том, почему все-таки мы продолжаем лечить детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, нуждающихся в препаратах, которые дорого стоят, по смс-кам. Наверняка кто-то из вас, может быть, отправлял хоть раз смс. Раньше, знаете, вставляли вот эти вот такие объявления в самый такой prime time. Вот я помню, были несколько сезонов голоса, когда прямо на голосе объявление делал на гиев, вставляли рекламку, что в таком-то фонде такой-то ребенок нуждается или просто в общем в таком-то фонде. Знаете, дело в том, что, как мне кажется, нет ничего плохого, если у человека есть средства, что он поможет и действительно огромное количество детей получили помощь, просто обычных людей, которые, собственно говоря, да и не имеют огромных средств, а посылают со счета мобильного телефона, там, 50 рублей, к примеру. И, конечно, так, если пошлет много-много людей по 50 рублей, это очень большая сумма набирается. И это, наверное, здорово, и это правильно. Это невозможно осуждать. Это человеческое милосердие, которое присуще, мне кажется, только в высшей степени развитым интеллектуальным людям, которые могут сопереживать чужему горе, чужому страданию. Но давайте поговорим об этом в рамках, вот все-таки в рамках государственного такого, государственной помощи, в рамках государства. Правильно ли, что люди еще до пандемии, до коронавируса, да, так скажем, ну, понимаете, то есть есть вопрос благотворительности, помощи такой, а есть уже момент, связанный с вынесением этой помощи, просьбой о помощи на федеральный телеканал. То есть, с моей точки зрения, государство должно заниматься этими вопросами. Обеспечение лекарствами дорогостоящими, обеспечением, то есть, вы понимаете, о чем я говорю? За границей тоже это все есть, но люди выбирают, то есть, если они хотят помочь, они сами находят, например, фонд, или находят в интернете как-то там информацию об этом, связываются и помогают. Им не, так скажем, ну, не то, что навязывают, не предлагают с федерального телеканала, а вот давайте скинемся, так сказать, вот для лечения вот этому ребенку. А вот давайте, зная менталитет русского человека, а этот менталитет какой, наши люди никогда в беде не оставят, да, россияне, всегда помогут, всегда постараются как-то в этом смысле помочь. Мы всегда очень так, как сказать, душевно, мы всегда, у нас всегда находит тот клик, чужая боль в душе. Мы хотим помочь, мы хотим, мы очень гостеприимны, и на это идет расчет, что мы, собственно говоря, с вами что сделаем? Ну, обязательно пришлем. Или бывало даже в программе время, да, идет новости, вот новости прошли, и там, например, какой-то сериал, который все ждут. И вот новости прошли, и тут вдруг диктор говорит о том, что вот, так сказать, конкретно вот такой-то ребенок, так сказать, ждет помощи. Ну, конечно, когда идет, например, какой-то сюжет еще об этом ребенке, порой слезы сложно сдержать, да, в виде, что ребенку так тяжело. Люди, конечно, берут телефон и отправляют, вне зависимости от того, сколько у них там денег и сколько они зарабатывают. Человек может зарабатывать очень мало, но он помогает, потому что он понимает, что это ребенок, и кто, если не мы? Я считаю, государство должно это делать. Мне кажется, что если человек конкретно захотел помочь, он найдет информацию о каком-то фонде конкретно и сам это сделает. Но вот таким образом предлагать, фактически навязывать людям, зная о вот этой вот нашей черте, я считаю, что это, ну, по меньшей мере странно. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, напишите в комментариях. Но эта тема не раз поднималась, и я не видел обсуждения вот этой темы. И вы знаете, почему я решил об этом поговорить? Вы знаете, что формат моего канала, он таков, что я какие-то новости, да, вам рассказываю, и эти новости мы обсуждаем. Я говорю свое мнение, вы высказываете свое в комментариях. Такой очень незамысловатый вот формат канала. И вы знаете, я когда захожу, я смотрю новости на разных порталах, и вот мне попалось уже и на Рамблере, и на лента.ру. Вот такое вот, вот такое изображение. Помоги врачу, времени на отдых все меньше и меньше. То есть такие очень, очень тонкие психологические призывы. Времени на отдых все меньше и меньше. Значит, и дальше стоит сердечко, стоит сердечко. Я помогу врачу. Я помогу врачу. То есть все нормы рекламы в интернете, которые, собственно говоря, должны там на сайте быть где-то еще, они все соблюдены. Ну вот, я нажал уже, но мы сейчас с вами нажмем. Вот нажимаем. Я помогу врачу. Открывается вот такой, вот такой вот, значит, помоги врачу. Значит, если мы вниз смахиваем, я помогу врачу. И дальше идет информация. Я вам сейчас ее зачитаю. Это Рамблер Групп, совместный проект и ее пользователей. Здесь есть несколько цитат врачей. Они подписаны. Вот, к примеру, сейчас у нас семидневка, выходных нет, это мне всплывает. Сама заразиться COVID-19 я не боюсь, стараюсь не поддаваться панике. Наталья Зе, ординатор такой-то. Значит, там времени на отдых становится все меньше и меньше. Михаил Т., врач Национального медиохирургического центра Мини-Пирогова. Вот они меняются, вот эти вот такие мотивирующие цитаты. Младший я каждый вечер объяснял, что людям необходима помощь. Попрощались на две недели. Дина С., заведующая отделением Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова. То есть, вы понимаете, в чем дело? Младший я объяснял, что нужна помощь, попрощались на две недели. Ну, это вызывает, конечно, в человеке, что, ну как-то, с ребенком прощалась на две недели, и нужна помощь. То есть, очень такие мотивирующие под что? Что граждане помогли бы, понимаете? То есть, мы сейчас с вами попробуем нажать, что будет. Вот что пишут. Сегодня врачи столкнулись с невероятно сложным испытанием пандемии коронавируса. Они буквально живут в больницах, не могут отдохнуть ни секунды и забывают, что такое сон. Позаботься о тех, кто продолжает заботиться о нас. Помоги врачам, оплатив горячий обед, который силами Рамблер Групп доставит им на рабочее место. 327 тысяч 538 рублей уже собрано благодаря вам написано. Давайте вместе, вместе вот прям подчеркнуто, давайте вместе, то есть, чтобы вы чувствовали сопричастность. Это психология. Поможем тем, кто каждый день спасает тысячи жизней. Проект партнер, партнер проекта фонд поддержки социальных программ инициатив «Лавка радостей». Вы знаете, что я хочу сказать? Вот мы нажмем «Я помогу врачу». Что будет? Куда мы с вами перейдем? Вот смотрите, что делается. Ну просто это конкретно уже. Помоги врачу. Вот суммы уже открылись. Помоги врачу. Разово и ежемесячно. У меня стоит сразу на 200 рублей разово. Все, вводите карту, способ платежа, e-mail, имя, фамилию и отправляете. Значит, если нажать ежемесячно, ежемесячно, то, соответственно, у вас просто будет ежемесячно списываться вот эта сумма в фонд «Лавка радостей». Потому что домен переходит, он называется уже «феникславкафонд.ру». То есть вот в этот фонд у вас уходят ваши денежки. Я хочу сказать, что дело в том, что помогать, в том числе и врачам, и лечить детей по смс-кам, это безусловно здорово. Это, конечно, нужное, важное дело. Ну вот ответьте мне на вопрос. Вот сейчас это повсюду вот эта вот хренотень вылазит, да? Я еще раз скажу, я преклоняюсь перед нашими врачами, просто преклоняюсь. Почему в Хакасии разместили на сайте республиканского, там, значит, Минздрава, просьбу накормить врачей, которые самоизолировались в больнице. И тут же убрали, потому что побоялись, что, так сказать, кто-то сверху наругает. Почему? Ну потому что, когда люди зубы складывают на полку, им не дают работать и ничего не платят, меры государственной поддержки являются недостаточными, это признает большинство населения. Предприниматели просто разоряются, и у людей просто нет денег и не знают, что поесть. Понимаете, им говорят, помоги врачу ежемесячно или разово, и причем, я сейчас вам скажу, что сумма-то здесь, когда вы нажимаете не 5 рублей, а от 200 рублей, 200, 300, 500, 1000, 1500 или любая другая сумма, вы можете самостоятельно вписать. Вот, и вопрос, понимаете, заключается в том, что, а если ежемесячно, вы уже можете только карту, а разово можно здесь Яндекс.Деньги еще, Сбербанк Онлайн, Альфа Клик, Промсвязь Банк, то есть, ну, все для вашего, для удобства, чтобы вы как можно быстрее перевели. Я считаю, что в условиях этого, того, что происходит, это все-таки обязанность государства, учитывая, что у нас никаких единовременных выплат поддерживающих населения не было, все-таки, ну, обеспечивать врачей питанием, понимаете, то есть, тут собирают на еду врачам. Предлагается народу оплатить еду врачам. Понимаете, в чем дело? Но мне кажется, что это не очень нормально, когда люди, которые зубы на полку складывают, будут оплачивать еду врачам. Еще раз говорю, я не против помощи, я за, потому что врачи сейчас на передовой. Но почему люди-то должны оплачивать еду врачам? Вот. Получается, что государство не только говорит, вы сидите дома и сами, так сказать, себя кормите, да, непонятно на какие деньги, но еще и накормите врачей. Тогда давайте накормим полицейских, давайте накормим суды, давайте накормим всех, и не только накормим, а им зарплату будем платить, смс-ками и с карточки сбрасывать. Но только давайте тогда мы их и будем контролировать? Как? Так получается? А как получается, что мы, получается, кормим врачей, накормим врачей, вот, а... Тогда вопрос возникает здесь, зачем нам какая-то прокладка между нами и врачами? А если мы накормим полицейских, понимаете, о чем я говорю? Вот мне интересны ваши мысли, что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, ребят, до встречи.